Мы познакомились с вами с целым набором контейнеров, которые у нас в языке Haskell имеются. Это контейнеры стандартные, вроде списка, но это также некоторые другие однопараметрические типы данных, которые тоже можно рассматривать как контейнеры. Теперь мы хотим взглянуть на эти контейнеры немножко с другой стороны. Мы хотим смотреть на эти контейнеры как на некоторые вычислительные контексты, а как на некоторые конструкции, которые позволяют присоединять к вычислениям некоторые дополнительные полезные эффекты. Такой взгляд оказывается очень плодотворным. Давайте посмотрим, как все это работает. Итак, если мы посмотрим на самое общее представление функции, мы увидим, что функция в Haskell имеет вот такой вот вид. Она принимает аргумент некоторого произвольного типа А и возвращает значение типа Б. Самый общий вид функции в Haskell это стрелка из А в Б. Б сама по себе может быть стрелкой, так что в случае функции многих переменных здесь тоже покрыт. Теперь давайте ограничим наше значение типа Б. Скажем, что у нас возвращаемое значение упаковано в однопараметрический контейнер. Тогда мы можем наделять такого рода функции, такого рода стрелки, некоторой семантикой. Например, мы говорим, что если у нас имеется функция из произвольного типа А, а в качестве возвращаемого значения используется Maybe B, это означает, что наша функция либо возвращает некоторое по-прежнему произвольное значение Б, либо она возвращает, ну упакованное в Just, конечно, либо она возвращает значение Nothing. А это значит, что такого рода функции, функции с таким типом, могут рассматриваться как функции, которые иногда при наступлении некоторых условий завершаются неудачей. Мы трактуем конструктор данных Nothing как неудачу, а конструктор данных Just просто как некоторую упаковку, показывающая нам, что вычисления продолжаются, все хорошо. Таким образом мы смотрим на контейнер Maybe как на некоторый вычислительный эффект, который может происходить, а может не происходить в цепочке вычислений с вот таким вот типом. Теперь давайте посмотрим на контейнер Список. Список, вообще говоря, представляет собой множество значений. В списке может быть 0 значений, 1 значение, 2 или много значений. Мы можем смотреть на вычисления вот такого вот вида, просто как на вычисления, которые могут возвращать многие результаты, много результатов. То есть недетерминированные вычисления. Мы говорим, что мы передаем туда 1 значение, а возвращается целый список значений. Это в зависимости от ситуации может быть 1 значение, может быть 2 значения, может 5, а может ни одного значения. То есть мы говорим, что вычисления у нас могут возвращать много результатов, и вот такой вот эффект производит функция с вот таким вот типом. Следующий тип данных, обобщающий первый тип данных, который мы рассмотрели. Это функция, которая принимает произвольное значение, а возвращает, значит, тоже произвольное значение, мы говорим про однопараметрические контейнеры, упакованное в конструктор Aether, AetherSB. Это на самом деле ситуация, похожая на нашу первую ситуацию, но вместо значения nothing, которое просто маркировало неудачу, у нас есть некоторый тип S, который мы можем рассматривать как некоторые типизированные исключения. Пока у нас используется конструктор write, конструктор данных write, то есть мы работаем с типом B, мы говорим, что вычисления происходят нормально. Как только по ходу вычисления у нас возвращается left S, то мы говорим, что у нас конструктор left это исключение, а S содержит некоторую информацию об этом исключении, ну, возможно, строку, возможно, какой-то более сложный тип данных, который содержит все, что нужно про это исключение. Таким образом, мы видим, что функции с таким типом мы можем трактовать как вычисления с эффектом исключения. Следующие функции, которые возвращают пару. Интерпретировать такую функцию, опять же, у пары первый параметр S связан, и у нас по-прежнему имеется функция из типа A в тип B. Что это означает? Это означает, что мы можем полностью использовать всю силу любых вычислений, которые у нас есть, плюс дополнительный эффект, который присоединяет нам наличие возвращаемого значения в виде пары. Означает, что мы можем делать записи в лог. У нас постоянно передается некоторый лог. Если мы хотим записать в лог, то мы здесь, скажем, передаем некоторую строку, это строковой тип, тип string, и мы можем дописать в лог в процессе каких-то вычислений, а можем ничего не дописывать. То есть это некоторый дополнительный эффект, который мы можем, наше вычисление может иметь. Следующий тип вычислений тоже из A в B, но здесь мы вместо пары используем функциональную стрелку со связанным первым аргументом. Если предыдущий случай, это случай записи, наше вычисление может куда-то записывать, то этот случай, наоборот, это случай так называемого ридера. Там был райтер, а здесь ридер. Ридер — это такое вычисление, которое имеет дополнительный эффект следующего характера. Мы можем из некоторого константного окружения перед наше вычисление в процессе вычисления что-то считывать. Вот эта дополнительная конструкция позволяет нам расширить наше базовое вычисление на вычисление с эффектом чтения из внешнего окружения. Наконец, если соединить две предыдущие идеи в некоторый специальный тип данных, про который я не говорю, мы можем куда-то писать и откуда-то читать. Мы получаем в Haskell возможность работы с изменяемым состоянием. Опять же, у нас есть некоторые вычисления совершенно произвольного характера, плюс дополнительная конструкция, которая у нас присутствует в возвращаемом значении, контейнер, обеспечивает нам возможность еще работать с некоторым хранилищем данных, из которого мы можем читать и писать. Это так называемая monada state, которую мы обсудим позже. Ну и, наконец, последнее. Как делать ввод-вывод? Для этого служит некоторая специальная monada.io, которую мы тоже обсудим позже. У нас тоже есть полноценное вычисление, которое может, однако, писать и читать не в некоторое хранилище, которое мы сами распределили, описали и объявили, а просто общаться с внешним миром, осуществлять ввод и вывод. Это тоже сделано в виде контейн, некоторого специального контейнера, про который мы тоже позже поговорим. Мы видим, что это очень мощная идея, позволяющая описать практически все те эффекты, которые в обычные языки являются встроенными. мы можем обобщить эту идею, сказав, что конкретный контейнер, который мы используем, вообще говоря, не важен. Мы можем делать некоторый общий интерфейс, который превращает наше обычное вычисление в так называемое монадическое вычисление. Общая идея такая. Есть тип А, стрелочка, М, Б, где М – это некоторый однопараметрический контейнер, и такого рода функции, имеющие вот такой вот тип, они называются стрелками Клейсли. Работа с стрелками Клейсли, вычисления с помощью стрелок Клейсли, позволяет нам реализовать все те эффекты, о которых мы говорили ранее. Но для этого мы должны, конечно, задать некоторый общий интерфейс работы с контейнерами в этом контексте вычислений с эффектами. Продолжение следует...